Дорогие друзья, через одну минуту мы начнем главную клинарную сессию дневной части нашей программы. Перед этим я приглашу на сцену участников церемонии подписания соглашения сотрудничества между компанией, корпорацией империей КАМАЗ и нашим проектом. Всех прошу подумать о том, что поесть можно и поесть. Добрый день всем. Меня зовут Пасколи Далявесана. Это итальянская компания Астроиндустрии. Мы обладаем достаточной степенью сумасшествия. Увеличение точности и инструментов, в том числе бортовых. Особенно для специальных миссий с целью наблюдения за поверхностью Земли. Это спутники небольшой массы и, естественно, у них на борту размещается легкое оборудование. И не требуется особое коллективное крутящие моменты для данных приборов. Также важный вопрос в момент смазки для таких приборов. И обнаружение любых неисправностей тоже проблема, которую мы намереваемся решить. На самом деле, даже на борту Международной космической станции с 2002 года происходили некие отказы. И на сегодня используются техники аккумулирования информации для раннего обнаружения неисправностей. Итак, мы планируем подойти к проблеме с совершенно другой точки зрения, с механической точки зрения, а не с точки зрения программного обеспечения. Мы запатентовали подшипники нового типа. Это не шариковые подшипники. Скорее, это слайдеры, скользящие подшипники, которые размещаются в рукавах. Формируется жидкая мембрана, в которой содержится жидкость, которая изменяет свою форму в зависимости от динамических условий смазывающего вещества. Смазывающим веществом является воздух. И количество таких ячеек располагаются на роторе, а не на вале. А ротор – это может быть, например, маховик или гироскоп с контролируемым курящим моментом. Видите, расположен ряд так называемых часовых ячеек. Они сделаны специально послабее, чтобы ломались поскорей, с тем, чтобы ненормальные условия износа ранее диагностировались. Поэтому получаем свою информацию об отказах. Итак, система выдерживает прорывы, она продолжает работать, и имеется время для принятия примитивных мер. Имеется целый ряд преимуществ данной технологии. И это относится не только к космическим применениям. Имеются гораздо пониженные требования по смазке смазывающим веществам. Мы избегаем, например, эластичности, низкую устойчивость к ударам, устойчивость к отказам, низкий уровень шума, низкий уровень износа. Эти вот часовые ячейки имеют проактивный режим обнаружения отказов. На самом деле, эта технология имеет целый ряд потенциальных применений. Здесь предлагается совершенно новая парадигма в конструкции турбин. Например, турбины для трансформации энергии, насосы, компрессоры, пневмооборудование самолетов, управление высотой судов. Мировой рынок 2 миллиарда рынок, 2 миллиарда рынок евро где-то в годовой рынок. Компетенции нашей команды, нашего коллектива происходят и основываются на наших изобретениях, на паре патентов, и современный уровень технологии был достигнут благодаря успешным программам, достигнутых и в соответствии с итальянским космическим агентством, в сотрудничестве с ними. Есть еще другая итальянская команда, ТЕС, с которой мы тоже сотрудничаем. Она относится к группе инжинирингово-космического направления. В чем у нас сейчас есть потребность? Я скажу, что сегодня было сказано на основной сцене. Мы пытаемся сделать упор на создании компаний, которая будет хорошо фондироваться, а не просто на получении самих фондов, самого финансирования. Поэтому нам необходима поддержка для окончательной доработки нашей технологии. И поэтому мы ищем молодых, мотивированных физиков и инженеров, особенно и в частности из России. И чтобы здесь создать компанию, здесь на базе Сколково, и необходима нам поддержка для ополировки наших интеллектуальных политик. И тем, чтобы соответствовать полностью потребностям рынка, в том числе российского. Спасибо. Нет, он не работает в вакууме, но работает при очень низких давлениях. И когда мы применяем эту систему в космических целях, для нас это наиболее удобное применение. Нам необходимо включать маховик, заключать маховик внутрь герметичной камеры, которая заполнена воздухом, но под очень низким давлением. И примечательно то, что центральная часть баховика передвигается почти при нулевом давлении, но по периферии, благодаря центробежным силам, получает достаточную концентрацию смазочного воздуха, чтобы оно работало в качестве смазки. Я не могу. Нет. Спасибо, Саньки, Сова-Мальчик. Хорошо? Спасибо. Так, следующий, товарищи, презентация номер два. Сокс, Космос. Или Барташ, пожалуйста. Раз, раз. Здравствуйте. Мое имя Василий Барташ, я представляю компанию «Савклак Космос». Коротко о проекте. Мы для Центра подготовки космонавтов делаем тренажеры и столкнулись с большой проблемой. Нельзя делать трехмерные тренажеры на текущем оборудовании. Очки трехмерные или виртуальные шлемы, которые сейчас используются, они принципиально не дают возможности оценить расстояние, не дают оценить размер до объектов. Более того, они даже приводят к расстройству зрения при длительном использовании. Мы предлагаем новое решение, о котором чуть позже расскажу, в котором включены эти недостатки. У нас есть план развития. Мы молодая команда, у нас большой опыт. Мы нацелены на рынок не только космический, но и на рынок профессиональных тренажеров. Принципиально в чем состоит проблема? Когда человек видит с помощью трехмерных очков текущих, красным изображено, куда он смотрит на изображаемый объект, в тот момент, когда мы видим объект, наш хрусталик смотрит на экран. Возникает диссонанс, дисбаланс, конфликт между двумя системами нашего зрения, и человеческий мозг начинает сомневаться, какое из этих двух решений выбрать. Бывает, ошибается. Бывает, после сеансов тренировки человек выходит, у него отказывает это зрение, он продолжает сомневаться, он не может оценить расстояние даже до движущегося автомобиля. Мы предлагаем мультифокальный наголовный дисплей, который... Суть нашего предложения состоит в следующем. В оптическом канале смешивается несколько фокальных планов изображения для каждого глаза. Хрусталик имеет возможность сфокусироваться на ближайших к изображению план. В результате этот конфликт исчезает. Вот пример сфотографирован на этом снимочке. Две фотографии. Один при фотографировании через окуляр нашего прототипа. Фотоаппаратом, который сфокусирован вдаль. Вот здесь видно, что более резкие изображения вдали. И нижняя картинка там, где фотоаппарат сфокусирован на ближние объекты. Видно, что ближние объекты более резкие, чем дальние. Рынок, почитаемых тренажеров, космический. Его можно разделить на два сегмента. Сегмент государственный и сегмент частный. Так называемый. Пока он субоорбитальный, но они собираются и на орбиту вылетать вместе с космонавтами. Значит, здесь принято оценки, в том числе и оценки для промышленных симуляторов в России. Требуется еще оценить промышленных тренажеров в мире. У нас есть план по производству мультифокальных дисплеев. В этом году мы собираемся сделать четыре экземпляра. В следующем году, после апробации в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, мы можем произвести до 50 экземпляров в следующем году. Если посчитать возможную прибыль, то получается, что от 2 до 7 миллионов долларов. У нас компания, как я и говорил, уже молодая, но люди, которые в ней обладают большим опытом. Руководитель проекта Василий Барт, что я. У меня опыт построения тренажеров как для космонавтов, так и для железной дороги, так и для шахтеров. Научный руководитель Ковалев. Василий. Да. Время? Не заканчивается. Хорошо. Хорошо. Коротко сразу обо всем. Так сейчас происходит тренировка в НАСА. Наш прототип – это то, что мы хотим сделать. Что нам нужно? Нам нужны немножко денег и помощь за продажи, за границей. Все. Спасибо большое. Так, есть ли вопросы к докладчику, уважаемые коллеги? Вопросы жюри, наверное, сначала, да? Есть? Давайте из зала, уважаемая публика. Немножко денег – это сколько и на что? Если я вернусь к прошлому слайду, то порядка полтора миллиона долларов на серию с 50 мультифокальных наголовных дисплеев. То есть это уже серия? Да, серия. Нет, серия. То есть мы сейчас, у нас первая серия четырех, она будет порядка, с себестоимостью вместе с разработкой получается 50 тысяч долларов. Если серия с 50, то получается себестоимость снижается резко до 20 тысяч долларов за экземпляр. Но на это, на все рынок уже какой-то есть фиксированы определенные, на эти объемы? Есть потребность. В нашем звездном городке аналогичные потребности вы видели. Есть у NASA, Джонсонского спейс-центра. Есть потребность в Европейском агенции. Точно совершенно есть потребность у промышленных тренажеров, поскольку я прямо сейчас разговаривал с шахтерами по созданию тренажера для них. У меня вопрос, может быть, такой абсолютно неофицкий. Я вот смотрю на вот этот снимок, да, а чем это отличается от шлемов дополненной реальности, который используется в различных компьютерных играх? Потому что, если это так, то и технология, в первую очередь, то рынок просто необъятен, он просто бесконечен. Ну, конечно же, мы думали на эту тему, но для рынка развлечений требуется, во-первых, снизить его цену в разы. Потому что я говорил сейчас… Цена – это вопрос масштаба. Себестоимость комплектующих, сейчас я вам скажу, у американских фирм Imagine 8 тысяч за один микродисплей, ой, 4 тысячи долларов за один микродисплей, таких 4, 16 тысяч. Есть польский китайский, а там цена ниже, но не в сто раз. К сожалению, я не понял. Вы говорите не о микроэлектронике, вы говорите о абсолютно новом физическом принципе, насколько я понимаю. А при чем здесь физические принципы и цена комплектующих? Если это действительно новый подход, который позволяет у человека снизить нагрузку, да, вот, то, что говорите, там получается дискомфорт. Вот, мы все прекрасно знаем, что 3D-телевидение просто отходит. Никто, все фирмы, продавляющие телевизоры, отказываются от 3D-телевизоров, потому что они дают эффекты, потому что невозможно смотреть. Правильно, абсолютно. Вы предлагаете абсолютно новые физические принципы, которые, возможно, разрешат эти проблемы, которые существуют сейчас на рынке у многомиллиардных компаний. И почему вы не смотрите туда, причем здесь цена комплектующих? Это вообще не вопрос. Для, ну, опять же, это все равно рынок развлечений. Для вам должна быть цена порядка 1000 долларов. А, у вас есть то принципиальное возражение, вы не хотите работать на рынок развлечений, хотите только на рынок космоса работать? Да нет, и что вы. Просто сейчас для космоса уже готово решение. Вот, пожалуйста. Для того, чтобы продать в дом, нужно снизить сильно цену. А. Б. Нужно договориться с фирмами, которые делают то же кино, чтобы они снимали сразу в нескольких планах. Откуда взять это изображение? Б. Сделать компьютер в реальном времени, который бы преобразовал из существующего стереоформата в квадроформат, в восьмикратное изображение. То есть, это… Нет, опять, это не ваши вопросы. То есть, если вы предлагаете новые физические принципы для такого машинного зрения, который устраняет у человека проблему дискомфорта при просмотрке 3D-изображения на дисплее, то это же совсем другой подход. Ну, там и не полтора миллиона, извините. Что? Там и не полтора миллиона нужно, больше гораздо. Ну и что? Хорошо. Нет, я не согласен. Нет, если это действительно новый физический принцип, то это вообще не вопрос. Если это действительно новый физический принцип… Да, да. Нет, я еще вот поэтому… Если это действительно новый физический принцип, то это вообще не вопрос. У вас с руками должны все это оторвать. — Я согласен. — Нет, я не понял. — Нет, это новая спалюна, это совершенно так, абсолютно верно. — А чем подтверждена новизна этого принципа? — Патент есть. — Российский патент? — Российский. — В котором что написано? Патент на что? На устройство или на способ? — На изобретение. — Патент на изобретение на что? На устройство или на способ? — Честно говоря, не знаю. У нас есть научный руководитель, Аристарх Ковалев. — Еще вопросы есть, уже коллеги выключатся. — Нет вопросов. — Спасибо большое. — Так, следующий товарищ. Центр пусковых услуг наноспутников, Дмитрий Масич. Дмитрий Цейтлин. — Меня зовут Дмитрий Цейтлин. Я серийный предприниматель, соучредитель нескольких стартапов, в том числе и одного стартапа, связанного с тематикой, которую я буду представлять. Это тематика, связанная с запуском ракеты-носителей в космос. У меня есть компания «Спектролазер», которая, в общем-то, поддержана кластером космических технологий из Колково. Кроме этого, я еще занимаюсь и поддержкой других предпринимателей, и помогаю другим предпринимателям заходить в Сколково. В частности, этот проект — это проект самарского ЦСКБ «Прогресс», которым мы работаем уже полтора года. Это спинаут ЦСКБ «Прогресс» в Сколково. Предпринимателем, который непосредственно является инициатором и идеологом этого проекта, является профессор Белоконов, которого я поддерживаю. И в течение полутора лет мы с ним строим эту компанию. Центр пусковых услуг наноспутников. Мы пытаемся сделать компанию, которая будет реализовать возможность запуска наноспутников на ракеты-носители «Союз». ЦСКБ «Прогресс» — это мировой лидер по запускам. Примерно 30% мировых запусков за всю историю космонавтики сделаны на ракеты-носители «Союз». Самая высокая надежность — 0,97%, которая позволяет запускать космонавтов в космос. Планируется в настоящее время примерно 30% мировых запусков. В 2012 году запущено 24 «Союза». До 2020 года планируется 30 «Союзов» в год запускать. Четыре космодрома Байконур-Плесец-Куру строятся восточный, где будет тоже два пусковых стола для «Союза». Потребность рынка. Существует рынок наноспутников. Наноспутники могут собрать студенты, комплектующие купить через интернет. Но основная проблема развития этого рынка наноспутников — не строительство наноспутников, а их запуск. Студенты не мотивированы их делать, потому что не знают, что с ними дальше будет. Наша компания будет решать эту проблему. Мы позволим всем не только сделать наноспутник, но его и запустить. Кроме этого, текущие варианты запуска в виде дополнительной полезной нагрузки не очень устраивают крупных заказчиков, потому что они нарушают их планы. Они не любят, чтобы что-то дополнительное с ними летало. Ну и, соответственно, мы хотим создать специализированного оператора этих услуг в Сколково для запуска наноспутников. Примерно количество спутников, которые ожидаются к 2020 году, от 100 до 200. Возможно, что в случае, если будет регулярная возможность запуска, рынок будет увеличен многократно, потому что наличие такой услуги стимулирует и развитие рынка. То есть мы планируем построить стартап, системообразующий в этой отрасли. Количественная оценка рынка. 50-70 кубсатов в 2012 году запущено. Рынок очень динамичный. На этот рынок недавно обратили внимание и правительственные агентства. Соответственно, динамика – это один из самых быстро растущих сегментов спутникового рынка, спутникостроения. В количественном выражении рынок, возможно, сейчас еще не очень большой, но ожидается, что он достигнет в 2020 году, может быть, 50 миллионов, может быть, 100 миллионов долларов. Ну, как я уже сказал, ЦСКБ «Прогресс» – лидер этого рынка. Он лидер этого рынка уже в течение 55 лет. И мы надеемся, что он будет продолжать лидировать на этом рынке. Во всяком случае, занимать серьезную позицию. Наша технология. Существует переходный отсек. Вот красненьким квадратиком он отмечен. Там существуют баки. Ну, переходный отсек. И над баками существует свободное пространство. Для запуска примерно 30 килограмм полезной нагрузки. Это входит в прерогативу ЦСКБ «Прогресс». Это не полезная нагрузка заказчика. Если вы видите вверху обтекатель, это покупает покупатель. Ну, это заказчик, скажем, производитель спутников. Над баками пространства оно принадлежит заказчику. Вернее, строителю ракеты-носителя. И, соответственно, мы планируем использовать это свободное пространство. Себестоимость этого практически никакая, потому что за запуск будет уже заплачено. Сколько минут? Наше решение – это специальные отсеки и методика отделения спутников наноспутников в переходном отсеке. Ну, это ключевые этапы проекта. В 2015 году мы планируем запустить первые спутники. Ну, текущий статус проекта. Мы согласовали технические этапы и провели переговоры предварительные с покупателями. Спрос на нашу услугу существует. Конкуренция. Ну, существует Falcon, американский Falcon, Taurus, ракеты. Существует Ariane, европейский Днепр. Ну, и существует Союз Старт. В ценовом сегменте мы будем самыми конкурентными. Команда проекта. Игорь Витальевич Белоконов, профессор, генеральный директор компании, руководитель кафедры космонавтики Самарского аэрокосмического университета и руководитель отдела ЦСКБ «Прогресс». Ну, я занимаюсь развитием бизнеса, ну, и командой из ЦСКБ «Прогресс». Все, я закончил. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые члены жюри, вопросы есть ли у вас? Вопросы? Андрей Геннадьевич. Да. На микрофон. На микрофон, послушайте. Спасибо. Ну, замечательно, да? Только вы не забудьте предупредить заказчика основного, который пропускает, что вы ракету модернизировали и там что-то установили. Я боюсь, ему тоже не понравится, так же, как ему не понравится, если вы рядом с ним поставите. Я думаю, проблема абсолютно одинакова. То есть вы, по сути, модернизируете ракету, да, которую использовали, какого-то основного запуска. Ставите туда что-то дополнительно, неважно. Но вы проводите некую модернизацию. И при этом вы собираетесь об этом заказчику основному сообщать? На первом этапе проекта, на первом этапе проекта мы планируем... Во-первых, это третья ступень, которая отделяется на 180 километрах. То есть все гарантии, которые... Нет, но это последняя ступень. Ну, третья ступень. Ну, если разгонного блока нет, да, то... Нет, нет. Разгонный блок выводит полезную нагрузку в космос. Соответственно, никаких гарантий, что находится внутри ракеты для заказчика... Это модернизация ракеты. Ну, естественно, она будет согласована. Это серьезная работа. Ну, это серьезная работа... С основным заказчиком и, естественно, с страховой компанией. Ну, естественно. То есть проблема, на самом деле, что ставить непосредственно, там, положим, на разгонном блоке, что на ступени, с точки зрения юридической, те же самые, да? Ну, мы не отвергаем проблемы. Мы для этого и существуем, чтобы решать проблемы. Соответственно, ЦСКБ нас поддерживает и, как бы, надеемся, что мы решим эту проблему. В этом же и есть, как бы, задача. Так бы это все уже делали давно. Да, ну, насколько я, когда баллистикой занимался в свое время, да, в том числе ракет Союз, да, переходный отсек сбрасывается до того, как, собственно, ракета выходит на замкнутую орбиту, да? То есть я боюсь, что ваши спутники в рамках существующих баллистических схем просто не выйдут на орбиту. Мы просчитали баллистику, мы просчитали баллистику, ЦСКБ... Ну, то есть если баллистику поменять, ради этого... Нет, ракету не меняет баллистику, но мы просчитали, в общем-то, существует, как бы, поддержка ЦСКБ, инженеров ЦСКБ. Это достаточно длительный процесс, он идет уже не один год. То есть просто найдена, на мой взгляд, юридическая лазейка, что до вот плоскости, где устанавливается полезная нагрузка, это все область, где может производитель ракеты делать что-то, да? Вот он и делает, меняет баллистическую схему, меняет конструкцию ракеты. 30 килограмм. А это неважно. И при том, что мы сначала будем проводить эксперименты с приборами неотделяемыми, потому что изучение траектории движения третьей ступени пока никто особенно не проводил, потому что она никого особенно не интересовала. Соответственно, нам нужно определить, на каком этапе отделить, как отделить, как управляемо отделить, куда направить. И, соответственно, следующим этапом мы планируем и разгонные блоки, чтобы поднимать орбиту и, соответственно, увеличивать срок жизни. Срок, который мы будем гарантировать нашим заказчикам, ну, студенческим, ну, как бы тем, кто будет делать эти кубсаты, это примерно неделя. Вот, соответственно, ну, это нишевой рынок, но он существует. Так, еще вопросы, уважаемые коллеги. Субтитры, Игорь Михайлович. А можно? Ну, сейчас же, по-моему. Если можно, не очень много вопросов. Времени очень мало. Я 30 лет пускал эти ракеты, принимал на вооружение всякие вещи, знаю ее очень от А до Я, с 63-го года я ее знаю. Значит, вы, Игорь Белоконов, тоже прекрасно знаю. Вы хотите размещать приборы дополнительные в переходном отсеке третьей ступени. Первое. Третья ступень, это не сбрасываем отсек, как сказал уважаемый член жюри, там сбрасываю хвостовой отсек, сбрасывается. Переходной отсек вверху стоит. Она выходит целиком на орбиту, на круговую или на эллиптическую, в зависимости от построения схем выведения. Вадим Ильич, вопрос каков? Вопрос один. Нет, вопрос простой. Что, во-первых, надо определить потребности параметров орбит спутников. Потому что эта ракета не может универсально выводить куда хотите. Первое. Но самая главная система, это вы размещаете спутники внутри замкнутого отсека переходного. И безопасный вывод оттуда, из этого пространства, переходного отсека вверх, когда третья ступень ушла. Каким образом это делается? Я увидел там вас... Валерий Ильич, вопрос каким образом это делается. Ладно, потому что времени нет совершенно. Безопасность. Ну а тогда... Вопрос каким образом делается? У нас существует... Это не пироотделение, это магнитно-динамическое отделение. Я не считал, но там же надо двойное так отделить и так отделить. Там существует патент у Игоря Витальевича, который позволяет это реализовать. Двойное движение надо сделать. Валерий Ильич, спасибо большое. Спасибо за вашу рекомендацию. Вы как-то спросите задаете. Я вопрос хочу задать. Я задали вопрос. Ну что ограничиваете? Не надо ограничивать. Отвечаю на вопрос. Минута у нас физическое ограничение. Отвечаю на вопрос, что у Игоря Витальевича есть решение, решение, которое, ну, согласованное с ЦСКБ. Возможно. Ну, как бы... Надо было показать хотя бы схему отделения этих грузов и выход его из переходного отсека. У вас этого нет. Все, спасибо большое за эту дискуссию. Вот, пожалуйста, вот эти блоки, которые будут выделяться и выбрасываться. Понятно, Григорий. У меня, наверное, может быть глупый для вас вопрос, но он относится к государственной безопасности. А кто вообще логику работы спутников проверяет, которые студенты, как вы говорите, собирают и отправляют? Ну, существует специальный... Ну, как, недавно... Можно я отвечу на вас вопрос? Можно я... Вы отвечаете, как правило, слабо будет услышанно. Значит, студенческие спутники делаются в инициативном порядке, в порядке дипломных работ и различных... То есть это не является какой-то коммерческой тайной или государственной тайной. Кроме этого, Роскосмос недавно открыл такую работу. А? Ну, если в нем нет закладок, то да. Ну, естественно. Ну, как бы весь мир делает эти спутники. Студенты... Игорь Витальевич проводит уже на протяжении семи лет. Игорь Витальевич, вы пускаете космонавта, да, вы там люди, там, два россиянина, один американец, да? И ставите какой-то спутник, который сделал какой-то там студент из Ирана, да? И как вы считаете, возможно... Регулярно, значит, коллеги... Уважаемые коллеги, регламент у нас уже как бы страшно подпирает. Давайте пытаться отвечать на вопросы. Коллеги, ну, вокруг этой проблемы, ну, существует масса вопросов. Существуют вопросы, там, безопасности, существуют вопросы государственной тайны. Для этого будет на этапе разработки будет сделан эскизный проект, согласованный с соответствующими службами. — Речь всего лишь о том, что каждый пуск получается уникален, то есть это уже не сервис. Вы это, грубо говоря, декларировать как сервис? — Ну, он предсказуем, но в первую очередь, что он, во-первых, он предсказуем, во-вторых, ракеты, модификации ракет тоже предсказуемы. И в этом плане мы, ну, как бы, можем что-то говорить нашим потенциальным покупателям. — Дмитрий Витальевич, спасибо большое. Я думаю, у нас, как бы, к сожалению, вопросы к концу подошли по временным соображениям. Но теперь в кувары переносим. — Спасибо большое за внимание. — Спасибо большое. Спасибо. Значит, сухая система управления хранением энергии. Светлана Бузаджи, пожалуйста. — Да, пожалуйста. — Добрый день, коллеги. Благодарю организаторов Startup Village за предоставленную возможность представить наш проект, а также отдельную благодарность руководству «Сколково» и «Космокластеру», с которым мы плодотворно работаем и добились определенных результатов. Я сейчас хочу рассказать о нашей компании. Вкратце, кто мы такие, что мы делаем и куда мы движемся. Компания «Сухая» — это небольшой численности компания, занимается разработкой системы управления движущимися объектами, летательными аппаратами, скоростными судами, грузовым и пассажирским транспортом. То есть сфера применения — это воздушный, наземный и авиационный транспорт. Особенности компании в том, что, будучи небольшой по численности, имеющей научный потенциал, компания занимается уже много лет разработками систем управления. И все наработки, которые накопили, и весь опыт в течение нашей деятельности, мы применили в создании наземных систем управления летательными аппаратами. Итак, технологии управления накопителями энергии. Основными характеристиками нашего продукта являются иерархическая трехуровневая система с активным способом выравнивания, это ячейка, модуль и батарея, и возможность расширения системы. Если говорить непосредственно о технологиях управления, то их три. Это измерение, защита, выравнивание. Указанные особенности нашего продукта дают следующие выгоды, а это для нас с вами является особенно важным моментом. Это увеличенный срок службы самой батареи, масштабирование и повышение безопасности самой батареи. Батарея, наша технология позволяет не допустить перезаряд, перезаряд, глубокий разряд, перегрев и охлаждение батареи. Следовательно, повышается безопасность всей инфраструктуры, включающей в себя эту систему. Толерантность к любому типу автономного источника энергии, своеобразный черный ящик, возможность интегрирования в различные сферы индустрии, к этому мы вернемся чуть позже и более подробно, и возможность решения задач с применением литий-ионных технологий в авиационно-космической и телеконационных отраслях. Таким образом, если резюмировать, то по срезам выгоды следующие. Это экономические снижения стоимости владения самих объектов, технологические, экологические и безопасность. Особенность продукта дает возможность использовать его с повышенным требованием безопасности. На сегодняшний день известны несколько способов выравнивания на аккумуляторных батареях. На рынке фактически существует решение... Светлана, полминуты. Хорошо. Существуют спассивные системы выравнивания. Они имеют ряд недостатков. Наше решение лишено этих недостатков, потому что активная система выравнивания. Сейчас мы останемся на конкурирующих сравнительных характеристиках. В последнем столбце наша система представлена вот таким образом. Ну и по поводу интеллектуальной собственности. Значит, все наши решения защищены на территории Российской Федерации зонтичными патентами. На сегодняшний день подано 22 заявки на полезные модели изобретения. Из них 10 получено патентов на полезную модель. 10 заявок прошли, получили положительное решение о выдаче патентов. Идет регистрация товарного знака. И готовятся документы с подачей на международный патент. Все, Светлана, уже все. В принципе, область применения. И наша бизнес-модель – это получение рояльти по лицензионным соглашениям. И инженера полного цикла. Спасибо. Это рынок. Все, спасибо большое. Схема мистец. Так. Да, план реализации. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана. Так, вопрос уже, мы члены жюри. Так. Георгий. Только микрофон, пожалуйста. Насколько увеличивается стоимость батареи и ресурс? Что с ним происходит? Значит, при активном выравнивании управления идет каждой ячейкой, процентов на 5 выходит жизнестойкость самой батареи, и где-то увеличение стоимости процентов 6-10 самой системы активного выравнивания от пассивной. Пилотные проекты уже имеют реализацию, и на сегодняшний день в области космических технологий совместно с радаром ММС и ЦКБ СПК имени Алексея запущен проект по созданию наземного источника системы управления. А со снижением стоимости батарей, стоимость вашей системы будет снижаться дальше, или она останется фиксированной? Вы знаете, стоимость системы зависит от объема выпуска. Там радиоэлементы. Сами понимаете, иностранная элементная база, в зависимости от количества заказов, стоимость комплектации снижается. Она практически больше тысячи штук, если идет, то процентов на 20-30 стоимость элементов базы снижена. Спасибо. Так, еще от жюри вопросы есть? А в какие применения-то вообще вы хотите идти? Еще раз акцентируйте. То есть какие рынки? Аккумуляторные батареи просто? Хорошо. Значит, это энергетика, это система хранилища энергии, это наземный транспорт, электротранспорт, и там запущен ряд проектов уже у нас. Это телекоммуникационная отрасль и наземная космическая. Когда вы говорите запущенный ряд проектов, вы что имеете в виду? У нас на сегодняшний день подписаны соглашения, ведутся разработки с группой КАМАЗ, с Тролзой по созданию электробуса линейки, транспорта с Белком Унмашем. Мы сейчас разрабатываем наземный комплекс радаров. Ну, то есть разработка еще не ездит никто? Нет, у нас опытный образец уже прошел тестовые испытания, технология подтверждена. И в результате этого еще поданы две заявки. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я что-то не уловил. Чем принципиально отличается ваша технология, секундочку, я до конца спрошу, от имеющихся на рынке уже десятилетиями, да? То есть в системах связи, телеметрии, это все давно присутствует. А если учесть, что в автомобилях электромобили выпускаются десятками, сотнями тысяч, вот конкретно принципиальное отличие ваше от существующей системы выравнивания заряда аккумуляторных батарей. Услышал вас. Значит, наша система управления позволяет контролировать каждую ячейку и перераспределять энергию, лишнюю энергию внутри батареи. Также управлять различными модулями, независимо от того, какое количество модулей существует. На сегодняшний день те решения, которые представлены на рынке, не позволяют высоко емкую батарею эксплуатировать на полном ресурсе с полной емкостью. Спасибо. У вас есть ограничения по типу батареи? Никель, кадмию, щелочный, серебряный цинкл? Нет. Для любых? Технология, которую мы реализовали, запатентовали, она толерантна к типу автономного источника. Ну тогда в автомобилях выгоднее всего. Нет, не только. Почему? Рыночный вопрос. Как вы собираетесь продавать это все? Ну то есть вы будете лицензией, насколько я понимаю, продавать каким-то конечным производителем, правильно? Да, мы не заинтересованы в создании промышленного предприятия. Мы просто передаем документацию, и есть уже определенные договоренности с предприятиями, которые будут по нашей лицензии выпускать, а мы будем проводить сопровождение. Российскими? Ну, есть еще с германской компанией одной. Хорошо. Спасибо. Так, ну последний вопрос, если есть. Есть? Нету? Нету. Все, спасибо большое, Светлана. Спасибо. Так, следующий у нас центр трансфертехнологии КУН. Так, Михаил Булат, пожалуйста. Здравствуйте. Сегодня мне с утра очень не хотели отдавать бейджик стартапа, но я его вырвал, поэтому я здесь и предлагаю наш проект к вашим рассмотрениям. Я представляю центр трансфертехнологии КУЛОН. Компания достаточно новая, но уже стала резидентом Сколково и завершила работы по гранту нулевого уровня. Сейчас подаются документы на следующий. Вот другой проект нашей команды. Это волновой компрессор. Собственно, что является продуктом проекта, что мы хотим реализовать? Мы хотим реализовать устройство, которое будет позволять сжимать воздух в системе ударных волн. Это эффективнее, чем традиционные способы сжатия. Соответственно, вот на картинке у нас представлен пластический осевой многоступенчатый компрессор. И показана концепция ступени волнового компрессора, которая по своей эффективности сможет заменить вот такой большой блок, в принципе, без даже особой модернизации устройства, в которое оно будет поставлено. Почему нельзя использовать при дальнейшем развитии традиционные компрессоры? Есть традиционные пути повышения эффективности. Например, если вы повышаете скорость вращения ротора, либо увеличиваете число ступеней, как вот показано, у них у всех есть проблемы и ограничения. То есть, если вы раскрутите слишком быстро, у вас будет турбулентное течение, у вас снизится эффективность. Если вы увеличите число ступеней, у вас получится очень большой компрессор, сложный в изготовлении, тяжелый, это тоже не везде приемлемо. Мы же предлагаем сжимать принципиально новым способом, у которого этих ограничений не существует. Технология. Собственно, предлагается выполнить ротор, который будет снабжен системой каналов, которые по своему профилю напоминают сверхзвуковые вздухозаборники для самолетов. В них будут образовываться при раскрутке ротора до скоростей выше скоростей звука система скачков уплотнения, в которых будет сжиматься газ. Преимущество налицо. У нас получается высокая степень сжатия, при этом простота в изготовлении относительная. То есть, вам не нужно профилировать лопатки компрессора. У вас, в принципе, диск металлический. Намного более маленькие размеры и, соответственно, более высокий коэффициент восстановления полного давления. То есть, у вас меньше потерь давления, чем в традиционных компрессорах. Собственно, были проведены кое-какие предварительные исследования, и полученные параметры превосходят по своим значениям все существующие системы. Рынки. Рынок поистине огромный, поскольку у компрессоров масса, они используются везде. Так вот, по оценкам, к 2026 году рынок одних только авиационных двигателей и газотурбинных установок будет составлять 850 миллиардов долларов. То есть, это колоссальная сумма, в которую можно, естественно, влезть, так сказать. Применение массы – это и турбодетандеры, и турбо-холодильные агрегаты, и газотурбинная энергетика, и просто компрессорные системы. Есть конкуренты, но вообще, на самом деле, до этого еще никто подобного не делал, и никому еще не удалось это реализовать. Есть американская фирма «Рамджен», но они используют одно из решений в своих расчетах, которое не позволяет им создать роботоспособный образец. У нас же есть замечательный научный руководитель Владимир Николаевичевсков, который с 2000 года разрабатывал теорию оптимальных тройной конфигураций ударных волн, которая позволяет избежать неточностей, которые используются при использовании классических решений, и все-таки реализовать такую систему. Собственно, коротко о команде. Вот Владимир Николаевичевсков, академик, профессор военмеха, я у него учился, Пулат Павел Викторович, менеджер проекта, реализовал достаточно много крупных проектов в нефтегазовой сфере, сейчас занимается... Михаил, время ваше. Ага, да. Что, собственно, нам потребуется, и что мы в итоге получаем? На первых этапах мы хотим сделать роботоспособную модель, прототип, на которой отработаем вообще технологию, работает или нет, получилось у нас в нашей теории. По идее, все идет к тому, что должно получиться. Ну и на втором этапе, естественно, уже модель будет в составе испытательного стенда, которую можно предъявить, например, каким-то потенциальным заказчикам и получить от них уже какие-то реальные предложения. Соответственно, есть там некоторые проблемы, например, скорость вращения ротора, чтобы вам достичь сверхзвуковых скоростей, вам нужно очень быстро раскрутить ротор. Для этого вам нужны подшипники, которые позволяют такие технологии реализовывать. И как раз проект, который у нас сейчас в Сколково, от нашей же компании, это разработка таких подшипников. Михаил, уже время кончилось совсем. Хорошо. Давно. Все, вопросы. Большое спасибо. Так, вопросы. Вопросы к члену жюри, уважаемые коллеги. Да, вот у меня вопрос, да. То есть нам вот уже не одну презентацию здесь показывают, что рынки просто колоссально исчисляются триллионами долларов. При этом как бы проблема, сама проблема, которую надо рыночной решить, она тоже очевидна. То есть рынки триллионные, проблема очевидна. Мы все знаем, что не Россия одна в мире занимается различными инженерными разработками, да. Тогда вот ответьте на вопрос, почему, да. Вот почему вот там не работает, да, а у вас будет работать? Ну, простой ответ. Используется классическое решение Асвасича для, вот с помощью него сверхзвуковые воздухозаборники рассчитывают. И, ну, грубо говоря, оно не работает в данных условиях. То есть там нестационарное решение, которое… Правильную математику используют. Можно сказать и так. То есть как раз вот Владимиру Николаевичу Мускову было доказано, почему, и там расхождение в области где-то 30% с реальными параметрами. Именно поэтому при такой погрешности они просто не могут создавать точную модель. Николай Игорьевич. Сначала краткий комментарий. Значит, если Сколково финансирует разработку подшипников для достижения сверхзвуковых скоростей таких устройств, значит, Сколково неправильно тратит деньги. Такие подшипники давно есть, и они работают тысячи часов. Второй вопрос. А температура торможения какая будет у этого воздушного потока? Вы считали? Ну, это, конечно, вопрос больше к научному руководителю. Но могу сказать, что в принципе можно даже поджигать при помощи ударных волн и есть… В данном проекте. Не надо теорий. В данном проекте. Вы знаете, я, наверное, затрудняюсь ответить. Еще вопрос. Какие требования по прочности материалов, когда там постоянно ударная волна перемещающаяся будет, возникают? Ну, я думаю, что вряд ли какие-то специальные материалы должны будут требоваться. Но, в принципе, у вас есть стальной диск. Вот выдерживают же лопатки у обычных компрессоров. Там нет ударных волн, молодой человек, чтобы вы знали. Я, как возглавляющий КБ, одной из составных деталей двигателя является сверхзвуковой воздухозаборник. Хочу сказать, что прежде чем просить деньги на изготовление опытного эксперимента, прототипа, вы сначала формулу-то понапишите нормальная. Пока что полный ноль. Так, еще, уважаемый жюри, кто-нибудь, чего-нибудь. Ну, давайте возьмем вопрос еще один из зала. Есть? Только надо микрофон. Томас, микрофон. Не запишется. Подожди. Подожди. Все протоколируется. Вы сказали, что эта технология имеет существенное преимущество перед традиционными конструкциями. Вот мы не могли бы в цифрах КПД и степень повышения давления, насколько здесь выше получается? Ну, основное отличие в коэффициенте восстановления полного давления, то есть традиционные осевые компрессоры где-то в области 0,85 обеспечивают этот коэффициент. Ну, волновой же компрессор, в принципе, сможет где-то 0,92-0,93 обеспечить. То есть процент есть преимущество. Спасибо. Все, Михаил, спасибо большое. Спасибо. Значит, переходим к следующему участнику. Вот, и следующий участник у нас кибернетические технологии. Есть? Так, есть у нас кибернетические технологии? Нету. Так, Синтезпром. Тоже не так. Синтезпром, да, давайте. О, Синтезпром. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы разработали технологию по изготовлению синтезаторов частот с улучшенным качеством сигнала для применения систем их радиолокации, измерительной техники, систем их связи на рынке емкостью 6,8 миллиардов рублей и скоростью роста 36% в год. Мы предполагаем окупить проект через 2 года 4 месяца и продать долю стратегическому инвестору. Ну, вкратце расскажу о продукте. Синтезатор частот – это источник электромагнитных колебаний, который формирует гармонические модулированные сигналы. И основная наша цель была решить проблемы, которые стоят вот в этих трех сегментах. Это радиолокация, радиоизмерение и системы связи. На основе наших ноу-хау мы разработали методологию, позволяющую улучшить пять ключевых параметров и превзойти наших конкурентов, в том числе и две американские компании – Holesword и FaceMatrix, которые являются лидерами на этом рынке. Наша компания является разработчиком. Мы привлекаем сторонние организации для производства и предполагаем выход на рынок либо через сеть дистрибьюторов, либо через прямые продажи. Объем рынка – 6,38 миллионов рублей. Это три сегмента, о которых я говорил выше, и пять наших основных конкурентных преимуществ. Хочу обратить ваше внимание на то, что синтезатор способен в сто раз быстрее переключать частоту, чем это делается у наших аналогов. За счет этого его можно использовать в системах радиоэлектронной борьбы, и решать задачи, которые там стоят, намного эффективнее. Наша команда – это не только специалисты научно-технические и производственные, в том числе это люди с опытом работы в финансовой сфере и сфере управления. Я, как лидер команды, имею опыт разработки синтезаторов для радиолокации и успешный опыт внедрения в научно-исследовательском институте радиотехники в городе Нижний Новгород. Для того, чтобы реализовать проект, нам необходимо 8,2 миллиона рублей, которые пойдут на создание опытного образца, его тестирование, модернизацию под конкретные требования заказчиков, выход на рынок и создание серийного производства. Чистая приведенная стоимость – 56 миллионов, внутренняя норма рентабельности – 113 процентов, и дисконтированный период окупаемости – 2 года 4 месяца. Выход на точку безубыточности – год и 9 месяцев. Инвестору предлагаем 45 процентов. С возможностью продажи доли стратегическому инвестору – это может быть РТИ-системы, а также компания National Instruments, с которой мы сейчас тоже ведем переговоры, но я думаю, что это будет лет через пять. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Так, вопросы. Вопросы члену жюри, уважаемые коллеги. У меня, наверное, больше не вопрос, а рекомендация. Проект на очень ранней стадии, поэтому, наверное, не своевременно вы посчитали NPV, IRR, выход на рынок за шесть месяцев. То есть это некие показатели, которые, с одной стороны, они изменятся однозначно, а с другой стороны, очень ранняя стадия, чтобы считать там NPV и IRR. Могу с вами не согласиться. Это я вам как финансист могу сказать, и прямо сейчас можем разобрать, как вы считали NPV и так далее. А потом даже, ну, бог с ним, с этими финансовыми показателями. Если на этой стадии вы уже прогнозируете, там IRR 113%, сейчас в три счета сделаем так, что это будет 3%. Ну, это бог с ним. А потом и выход на рынок за шесть месяцев. Можете рассказать, что за рынок, и как на него выйти за шесть месяцев? На рынок за шесть месяцев никто не выходит. А у вас там было написано. А перед этим девять месяцев разработки, три месяца тестирования. Это разработка, это разработка. И вот выход на шесть месяцев, у вас кто целевой сегмент? Ну, к тому моменту, когда… Это B2B, B2C? Это B2B. Ну, B2B. Расскажите мне, какая-нибудь корпорация, которая ОПК за шесть месяцев, ну, это вообще, то есть, Unreal полный. Нет, это не шесть месяцев. На самом деле, выход на рынок осуществляется с момента разработки. Потому что, прежде чем разрабатывать, мы договариваемся с заказчиком, что ему нужно, а что ему не нужно. Приемка? Ну, у нас есть партнеры, которые эту приемку будут делать, если в этом есть необходимость. Но сейчас пока такой необходимости нет, поскольку есть головная организация, которая на себя берет эту нагрузку. А мы поставляем для них составную часть. Почему головная организация не берет на себя нагрузку финансирования в таком случае? Она может взять нагрузку лишь со финансирования на части выполнения ОКРа. То, что мы задумали, это глобальный проект, который не связан с этой организацией. он как бы перекрывает ее задачи, он создан для выхода на международный рынок. Так, еще вопросы, уважаемые коллеги, рекомендации. Так, из зала, товарищи специалисты. Все, Лукейтар, спасибо большое. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну тогда космоснимки. Космоснимки РУ. Так, Георгий, ваше добро. Спасибо. На сцену поднимите. Добрый день. Георгий Потапов. Космоснимки РУ. Мы проект, что-то среднее между аэрокосмическим и информационными технологиями. Потому что мы как раз стремимся интегрировать одно с другим для обеспечения максимального массового спроса на продукты на основе дистанционного задирования съемки Земли из космоса. Вот поэтому снимки как сервис, потому что сервисы способны обеспечить этому растущему рынку дистанционного задирования, а он растет и в первую очередь растет в смысле количества данных. Он нуждается в новых рынках сбыта и интеграция веб-технологий это то, что позволит обеспечить выход на новые рынки сбыта. Если так, при этом мы берем на себя большую ответственность, потому что сервисы это все больше с точки зрения конечного потребителя становится чем-то легким, полностью автоматизированным. Если такие вот три пункта изложить, то это продукты готовые, доступ к готовым продуктам, это работа или даже совместная работа в онлайне, и это модель подписок, абонентской платы и разделение прибыли. Вот все это стремится обеспечить наш проект. Рынок дистанционного зондирования действительно растет. К 2020 году 280 спутников на орбите, то есть увеличивается этот поток данных. При этом узким горлом остается сотрудничество с большими компаниями, которые могут закупить этот объем данных, такие как Google Maps и так далее, но ими все не исчерпывается. Рынок нуждается в новых точках входа. И поэтому мы надеемся на провайдеры данных, надеются на рост рынка сервисов. Если изобразить такую схематичную цепочку, мы видим, что провайдеры данных стремятся зайти на этот рынок сервисов, но стык с теми игроками, которые уже присутствуют на рынке сервисов, обладают уже какой-то своей нишевой аудиторией, он затруднен. И мы это знаем сами, как компания, работающая с огромным архивом данных нашего основного на данный момент инвестора инженерно-технологического центра Scanex. Подробнее вы увидите на примерах. А, собственно, вот наш готовый прототип, работающая модель, которая уже приносит какие-то финансовые показатели. Это семейство сервисов для хранения, обработки и доступа, доставки данных до пользователей. Причем сейчас уже поставщики программных продуктов геоинформационных систем, они могут обеспечить доступ в своих средах к данным архива инженерно-технологического центра Scanex, к оперативной съемке из цепочки поставки продуктов, либо на основе индустриальных стандартов доступа, либо на основе специально разработанных плагинов, которые разрабатывают наши партнеры, например, как в среде AutoCAD. Наш проект стартовал год назад, и вот статистика за прошлый год, но такие пока скромные финансовые показатели, но в этом году наши клиенты уже текущие, в этом году мы получили производную роста, не такую большую, как хотелось бы, но для увеличения этой производной нам нужны новые усилия, нам нужны инвестиции в развитие этого рынка, потому что рынки новые, и в нашей собственной разработке. Логичным продолжением для нас является интеграция оперативной цепочки, то есть данные максимально приближенные по времени к тому событию, которое вы хотите пронаблюдать из космоса. И здесь мы начали тоже не сейчас, а уже довольно давно, например, в 2010 году мы реализовали проект доступа к информации о пожарах, теперь мы перешли к глобальному покрытию. Вот еще примеры наших приложений интеграция информации судовой обстановки из глобальной системы позиционирования трекинга судов с оперативной съемкой из космоса, там, ледовые заторы, нефтеразливы, мониторинг половодий и паводков, мультивременные слои, бигдейта и так далее. Причем на этом поле стараются играть и Google, Earth Engine, но это более такой ресерч-проект, исследовательский. На этом поле, конечно, стремятся играть провайдеры данных, поставщики спутниковой информации, Digital Globe, Austrian GeoServices, это глобальные игроки. Кто в России, непонятно, есть вот концептуальный проект Cloud.io, о котором мы слышали, который инвестирует Даурия, но это пока концепция, мы знаем, что прототипа у них нет. Значит, возможно, что одним из потенциальных инвесторов для нас могут являться те же самые интернет-порталы, но на российском поприще. Это к вопросу и о стратегии выхода. Георгий. Да, все, вы видите наши цели, кратко отвечу в вопросах. И наша команда, она включает в себя руководство с Connects'а и уже создан костяк разработчиков. Спасибо, извините, что вы делаете. Спасибо большое. Так, вопросы члену жюри. Есть ли они? Андрей Геннадьевич. Вы абсолютно правильно сказали, что рынок ДЗЗ, у меня есть особое отношение к космическим рынкам, к этому в частности. На мой взгляд, он не развивается уже 20 лет, он застыл. На том уровне, вот на последнем, я видел, американский, Digital, они показывали, что у них есть покрытие снимками, Digital Globe, 33 уже раза они всю Землю сняли, и скоро они снимут 50 раз, 100 раз, 200 раз, а рынок-то не появляется, рынок застыл там на отметке в районе миллиарда долларов. И вся проблема, невозможно создать массовые сервисы. Вот вы опять эту проблему обозначили, но я не увидел этих массовых сервисов. То есть сейчас от получения космического снимка до потребителя куча рутинных ручных операций. И вот это не удается устранить. И поэтому можно сколько угодно придумывать всякие геопорталы, но пока есть вот этот ручная обработка всего этого, нет массовых сервисов, потребитель не будет ждать. А как же, вот примеры, просто в рамках четырехминутного доклада сложно продемонстрировать все, но вот примеры, которые я проводил, это полностью автоматизированная цепочка. Как раз доступ к информации об окружающей среде, такой как мониторинг пожаров или нефти разлива, это автоматизированная цепочка, причем на основе оперативных данных. И здесь мы опираемся как раз на опыт нашего инвестора с Connects, в смысле технологической цепочки, и на наше знание некоторого рынка массовых приложений. Вы имеете в виду, это просто такой информационный сервис, то есть я посмотрю то, что у вас есть. Но это и коммерческий сервис, это и коммерческий сервис, потому что как раз сервис осуществляет роль посредника. На мой взгляд, здесь есть головотец, человек не привык платить за информацию общедоступную. Если вы назовете мне пример, когда люди платят за информацию массово, они не платят. За Google Maps никто не платит. Поэтому и за это, чтобы кто-то за это платил, сложно себе представить. Ну, тем не менее, у нас уже есть некая статистика финансовая за информацию, которая находится в закрытом доступе. Какие-то там деньги есть, безусловно, но это не деньги, которые там собирают Google. То есть, Google Maps у них бесплатен. Зарабатывают они на другом. Вот в этом вся проблема. А я опять слышу про обработку и продажу космоснимков в том или ином виде. Они не продаются и никогда не будут продаваться массовым потребителям. А нет массовых потребителей, нет массовых рынков. Рынк – миллиард долларов. Вот так он. Если можно, у нас тут еще как три человека. Вопросы? Вопросы есть? Вопросы? Ответы? Нету? Так, из зала вопросы. Давайте один вопрос. Вот у вас 100 тысяч долларов разделено на сколько покупателей? Сколько продаж было? Счетов выписанных? А там была такая круговая диаграмма. Там на самом деле есть один крупный покупатель, остальные покупатели мелкие. Это вообще довольно уникальная ситуация, потому что все-таки спутниковая съемка это в основном госсектор, и там основную прибыль приносят государственные, крупные, государственные заказчики. Я знаю, я немножко представляю. Вопрос, вот 100 тысяч долларов разделено было на сколько продаж? Сколько счетов выписали? Ну, я не могу сказать точную цифру, не помню. 105 тысячу. Ну, нет, это порядка 100 заказчиков, вот скажем так. У нас там десятки, десятки заказчиков. И они делают заказы через интернет, да? Да. И понятно. Спасибо. Ну, последний вопрос, именно если это вопрос, не комментарий. Вопрос, конечно. У вас математика или что вы представляете? Новая математика в обработке информации ДЗЗшек или что? Потому что математика существует, великолепная. Газпром обработку ведет. Я сам создавал фирму аэрокосмический мониторинг технологий в ВК-диапазоне. А вы сейчас математику даете новую или что? Какую математику вы используете для обработки? Она существует? Нет, математика, используемая для обработки, она во многом находится, например, в открытом доступе. Это и открытые алгоритмы, и наша собственная разработанная платформа, на которой мы строим наши сервисы, запатентованная, кстати, называется Геомиксер. Что нового относительно математики, той, которая существует? Ничего нового нет? В относительной обработке? Да. Ничего нового мы особенно не разрабатываем. Мы разрабатываем сервисы для того, чтобы доставить эти продукты до конечных пользователей. Это, наверное, надо. Все, спасибо большое. Так, Георгий, спасибо. Значит, к нам вернулись кибернетические технологии. Давайте, кибертехнологии. Забирайте. Добро. Пожалуйста. День добрый. Позвольте представиться. Я Печеньков Алексей. Хорошо. И представляю проект поиска полезных ископаемых по данным космической съемки территорий. Вот. Сейчас нам доступны в больших количествах космоснимки совершенно всей планеты. Есть лучше, есть хуже. Много бесплатных. Это та презентация показывается. В предыдущем проекту. Не та презентация, да, поменяйте, пожалуйста. Вот. Но, хотя вычислительные средства позволяют обработать все эти гигантские объемы данных, нет новых алгоритмов. Те алгоритмы, что есть, это фактически переработка используемых уже десятилетиями геологами вручную, линейоментный анализ и прочее. Мы представляем новую технологию обработки космических снимков. Вот. На основе физико-математической модели, разработанной нами. Я сам физик-оптик по образованию. Вот. С помощью которой мы на основе космоснимков можем дать прогноз залегания полезных ископаемых. Так. Наши презентации, похоже, не будет. Вот. Вот. Смысл в том, что геологи, которые занимаются этой задачей, мой коллег... Появилась презентация. Отлично. Геолог обратился ко мне с вопросом, можно ли это сделать. Я сказал, не знаю, надо попробовать. Вот мы сделали. Вот. Значит, то, что мы представляем, это новый способ обработки космоснимков. Мы делаем анализ с помощью методов обработки изображений, физматоптики. Вот. Даем геологическую интерпретацию и строим 3D-модель. Продукт это софт и методика интерпретации. Вот. Наш рынок огромен. То есть, только в России государственный рынок государства тратит больше 100 миллиардов рублей в год на георазведку. Коммерческие компании вместе с государством тратят около триллиона рублей в год. Мировой рынок просто необъятен. Компании работают очень много. Есть много ноу-хау в этой области, но в основном они не опираются на физику и математику. Что мы хотим сделать? Мы нашли способ автоматизировать обработку максимально, насколько это возможно. Уменьшить стоимость, уменьшить сроки, сохранить экологию территорий. Метод дистанционный. Мы работаем с космоснимками. Нам не надо все разбудить, а потом сказать, извините, мы ошиблись. Команда это я, Печенников Алексей, и Андрей Дурандин, геолог. Я окончил ННГУ имени Лубачевского в Нижнем Новгороде. С Андреем мы работали уже 10 лет назад, когда я заканчивал факультет. Тогда мы занимались бизнесом в области картографии и навигации, но с приходом Дубльгис это стал нерентабельным. Он ушел в бизнес консалтинга в геологии. Я начал работать с крупными компаниями это МТС и прочее по предоставлению веб-сервисов, мобильных сервисов, оптимизации бизнеса. Сейчас мы снова вместе делаем продукт. Значит, у нас уже есть продажи. К сожалению, на российском рынке нет ни одной продажи, но американцы, канадцы, европейцы покупают. Что мы ищем, предлагаем? Мы предлагаем как готовый продукт, так и экспертный наш опыт по поиску ископаемых, получению геофизических отчетов. Можно купить у нас лицензии, можно купить сервис, можно заказать полное обследование. Мои контакты. Спасибо. Все. Спасибо большое. Так, вопросы уже в жюри. Андрей Геннадьевич, ну давай. Это специализированные аппараты ДЗЗ? вот существующие аппараты ДЗЗ вас устраивают или вам бы нужен был другой спутник, немножко с другим, в другом диапазоне снимающий? Идеально для нас это аэрофото, но можно работать даже по лансату, хотя есть свои сложности, нужно набирать большой массив, не один снимок, набор снимков и предобработку делать, но можно, мы это делаем. Да, хорошо. Следующий вопрос. А какие, вы не сказали, какие полезные ископаемые, любые, что ли? Насчет любых, не могу сказать, что мы делали. Мы искали алмазы, это кимберлитовые трубки, медь, золото, это, соответственно, из рудных, там несколько отличается методика, и нефтегаз, нефтегаз, кстати, очень похож на поиск кимберлитовых трубок. Вот это то, что мы уже проверили. Черное золото. Скажите, хорошо, действительно, а вот тестовые испытания тоже, да, на водной поверхности, наверное, не работает, да? На водной поверхности работает, по шельфу можно, но есть ограничения ровно одно. И что показывают ваши тесты, предположим, вот по российскому шельфу в Северном Летом океане? Там есть что-то? По российскому шельфу не делали, потому что нет ни одного заказчика. А это что-то настолько дорогостоящее, что вы для себя просто не потренировались? Вам не интересно? Материалы исходные, нам подбирают заказчики. Мы просто не успеваем сами это делать. Вот у меня в этой связи и вопрос. То есть вам, если я правильно понимаю, бизнес-модель надо совсем по-другому сделать. То есть вам хорошо бы самим сделать центр компетенции, а дальше, ну, не знаю, может быть, с кем-то общаться на тему консалтинга, какие территории стоит брать в долгосрочную аренду. Потому что так вы много денег не сделаете. История Техаса, да, в 19 веке, когда люди, узнавая информацию о том, что здесь нефть, покупали участки у фермеров подешевле, а потом продавали в 100 раз дороже. И становились миллиардерами таких примеров в истории. А вам что, неужто не интересно? Посмотрите на нашу территорию, где ничего нет, найдите перелитовые трубки, купите эту территорию. Один из примеров мы искали золото около Сомали. Золото мы нашли, но поехать туда не решились. Ну, ладно, почему? Это такой вы можете провести исследование, покажем, покажем, что там действительно нефть есть, да? Да, То есть вы это все тестировали, и совпадение, какова вероятность совпадения, скажем, по нефти, какова по золоту? Ну, существующее месторождение берете и как бы протестируете свою методику. Вероятность какая? Так вероятность я не смогу оценить, поскольку зависит очень сильно от априорных данных. То есть мы должны точно знать тип территории по каким-то заранее известным данным. Есть известные месторождения, положим, кимберлитовые трубки в ЮАР, да? Вот вы по космоснимкам просто для себя протестировали свою методику. Какова вероятность того, что вы их правильно указываете? Ошибки первого, второго рода, то есть там нет ничего, а вы говорите... Чтобы дать такую статистику, надо как минимум сто или более месторождений обрабатывать. А как вы без этой статистики что-то продаете? По одному конкретному месторождению. Есть известное месторождение, да? Заказчик дает свои снимки, говорит, вот нам надо проанализировать территорию. Мы находим точки интереса. Они сравнивают девять месторождений известны, десятые нет. Они говорят, хорошо, мы берем... То есть вероятность 90%? Ну, порядка 70% мы считаем, но это вообще стандартное, скажем так, для многих методов. Поэтому точно не могу оценить. Да, вам действительно надо что-то с бизнес-моделью тогда поработать. Все, спасибо большое. Для других методик тоже очень сложно оценивать. Еще один вопрос мы его зададим. Есть ли какие-либо преимущества вашего метода перед существующими? И в чем они, если есть? Преимущество в том, что мы можем обработать огромные территории, благо космоснимки известны, и потом уже для выбранных точек проводить детальный анализ, дальше уже можно делать пробное бурение и так далее. Но не требуется делать широкомасштабное обследование на местности. Все, спасибо большое. Спасибо уже, мои коллеги. Новелап security, где у нас? Так, вот теперь ставьте этого жука, который был. Добрый день, дамы и господа, меня зовут Дмитрий, я представляю компанию Новелап Security и наш проект «Майский жук». «Майский жук» — это радиационно защищенный беспилотный летательный аппарат, предназначенный для осуществления задач физического мониторинга. Эти задачи в наши дни производятся очень неэффективными способами в некоторых случаях. Вот, например, мониторинг инженерных конструкций производится либо с использованием оптических приборов Земли, либо с помощью промышленных альпинистов, что является очень опасной и дорогой операцией. Выявление ранних очагов возгорания лесных пожаров практически не производится, потому что такие большие вертолеты стоят очень дорого, и каждый полет стоит очень дорого, это экстремально дорого, почти не делается в нашей стране. Также измерение уровня атмосферного загрязнения в зонах больших производств производится только с Земли и практически не производится с воздуха, что очень уменьшает эффективность всех этих процедур. Ну и мониторинг радиационного заражения местности производится либо силами людей, которые специально для этого обучены, либо с использованием наземных роботов, что является очень долгой операцией, поэтому неэффективной. Ну и чтобы решить все эти проблемы, сделать все это более эффективным, мы разработали вот такой летательный аппарат, построенный по схеме мультироторной авиасистемы, это действительно масштабируемый проект, потому что наша электроника и наши алгоритмы позволяют сделать вот такие вот большие октокоптеры, которые поднимают большой вес, либо такие вот маленькие трикоптеры, которые поднимают небольшие камеры и используются для видеомониторинга местности. Также нами была разработана адаптивная система управления, которая позволяет полностью в автономном режиме производить полеты, то есть затрат на обучение персонала практически не происходит, потому что не нужно обучать людей полетом, они просто задают на таких наземных станциях координаты для облета, нажимают одну кнопку, аппарат сам взлетает, производит облет, измерение и садится тоже сам в автоматическом режиме. Ну и для различных применений, для различных подвесов и полезных нагрузок мы делаем разные аппараты и примерно вот в таких пределах до одного часа время полетное, до 7 килограмм полезная нагрузка и до 6 километров радиус полета. Это аппараты, которые мы делаем. И также основное наше отличие от зарубежных аналогов это радиационная защищенность электроники. Наша компания базируется на национальном исследовательском ядерном университете МИФИ и в сотрудничестве с МИФИ мы сделали защиту от радиации, защиту, которая позволяет производить долгие полеты в зонах с очень высоким фоновым излучением, что не может производить ни один подобный аппарат в мире. Ну и сейчас наш проект находится на этапе тестирования прототипа и чтобы закончить этот этап нам совсем немного осталось это чуть меньше 70 тысяч долларов. Ну и о нашей команде. Наш Орендецентр состоит из более чем 130 человек. У нас есть очень много технологических проектов, которые мы ведем с самого начала с этапа идей и до конечной реализации продуктов. Вот некоторые из последних успешных наших продуктов. Это система мониторинга и контроля состояния перевозки грузов, система защиты автоматизированных управления производства и зданий, которые сейчас используются для защиты дома правительства Российской Федерации. Greenhead это единственное первое в мире полностью программный комплекс по защите мобильных телефонов от прослушки. И VisioSmart это аппаратное решение в сфере наружной рекламы, которое представляет собой зеркало, которое определяет ваш пол и показывает гендерно таргетированную рекламу. Все эти продукты уже используются, выведены нами на рынок в каких-то пределах и масштабах. Ну и, конечно же, майский жук это наш радиационно защищенный беспилотный летательный аппарат. Надеюсь, вам понравилось, готов ответить на вопросы. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Значит, вопросы уже мы участвуем в жюри. У меня вопрос по технике, скажем так. Алгоритм машинного зрения вы писали или вы какие-то используете? Машинное зрение на самом деле на начальных этапах мы использовали, потом мы перестали его использовать, потому что мы производим полеты на больших территориях, если это на низких каких-то высотах производится, либо там в больших помещениях, то машинное зрение интересно. А для нас больше интересно по GPS с координатам, потому что до 6 километров полеты большие, машинное зрение... Это понятно. Препятствия вы как облетаете? Птиц? Птички, да, птички это такая небольшая проблема, потому что они быстрые. На самом деле мы оснащаем его сценариями ультразвуковыми, которые позволяют избежать таких столкновений. Так, еще вопросы. сейчас. Нету? Ну а бизнес какой вы будете на этом строить? На самом деле у нас, как я говорил, мы на МИФИ базируемся и с Росатомом плотно работаем. У нас уже есть подписанные договоры о намерениях использования этого аппарата для радиоценного мониторинга на зонах заражения, в зонах захоронения отходов и так далее. То есть это государственные структуры, мы продаем им аппараты, мы обучаем их персонал, мы занимаемся обслуживанием, ремонтом каким-то изделий. То есть это основная такая вот задача наша, это продажа большими партиями, обучение персонала, поддержка. А они друг о друге знают, когда у них полетное задание какое-то? Да, у них каждый идентификационный номер у каждого есть и они 6 километров, я говорил, да, они не сталкиваются, 6 километров это не их максимальное физическое, на что они могут отлететь, это максимальная дальность, когда у них сохраняется связь с базовой станцией. С базовой станцией могут быть связаны несколько аппаратов, соответственно, если на одной территории они происходят облет, то они могут координироваться как-то друг с другом. Но если их одну координату вот отмирает, что с ними произойдет? Они сценарами друг друга засекут, если на одной высоте и будут, ну, вот так вот я вот, например, приближаться, отдаляться, приближаться, отдаляться и... Алан, хорошо. Just one technical question. Один технический вопрос. Вы можете иметь стационарный полет, но на одном месте? И как долго может зависать аппарат и какая при этом устойчивость? Мы можем в одном положении находиться около часа. И наше... Отличие наших решений в том, что мы можем зависать в воздухе на различные промежутки времени от 30 минут до часа. А устойчивость как? На 5 минут устойчивость. Это зависит от ветра. Если ветер менее 15 метров в секунду, тогда стабильность полная, устойчивость полная. И у нас центр радиационного мониторинга. Наталья, пожалуйста. Так, пожалуйста. Всем добрый день. Меня зовут Наталья. Я из города Белгорода и представляю проект покрытия для терморегуляции космических аппаратов. Как показал опыт прошедших лет, ряд аппаратов не смогли выполнить свои намеченные программы из-за перегрева радиоэлектронной аппаратуры. В связи с этим возникает потребность в создании эффективной системы терморегуляции космических аппаратов. Нами разработаны полимерные композиты, которые можно использовать в качестве терморегулирующих покрытий, которые обладают больше радиационной стойкостью, чем известные аналоги. Данная технология запатентована. Имеется три объекта интеллектуальной собственности. Я являюсь лидером проекта. Научный консультант это заслуженный изобретатель России Павленко Вячеслав Иванович, который имеет промышленное внедрение на Курской и Атомной электростанциях. Если оценивать денежное выражение, то объем терморегулирующих покрытий более 100 миллионов долларов в год. И по данным Роскосмоса, темпы производства ракетно-космической техники, а соответственно и потребность в таких покрытиях растет в среднем на 10-15% в год. Нашими потенциальными клиентами являются все предприятия, которые производят ракетно-космическую технику. По данным в России более 100 и 50 из них находятся в ведомстве Роскосмоса. Наши аналоги. Наиболее ближайшим аналогом является американский материал Каптон, производитель компании Дюпон. Однако, оценивая характеристики нашего предложения и зарубежного аналога, можно сказать, что мы не только уступаем, но и по ряду показателей превосходим данный аналог. Хочется сказать, что в настоящее время его чаще всего используют в том числе и в российском производстве ракетно-космической техники. Наша бизнес-модель. Мы планируем не производить самим композиты, а продавать технологию на данные композиты. Будет подсмотрена смешанная модель, то есть единовременные выплаты и ежегодные ровноти в течение пяти лет. Цифра бюджета. За последние два года было получено финансирование на разработку данного проекта под моим руководством. За два года эта сумма составила свыше 45 тысяч долларов по различным программам. Нам необходимо 170 тысяч долларов на дальнейшую разработку проекта за 30% инвестору. Вот можно посмотреть по догадам. В 2013 году 34 тысячи долларов и в последующие два года по 68 на дальнейшую доработку технологии и экспозицию в натурные условия. Как у любого инновационного предприятия есть свои риски и мы представлены риски и пути их решения. Что касается возврата инвестиций, то дата планированной продажи инвестиций через 2,5-3 года после их получения и период окупаемости через 3,5 года и ожидаемый возврат инвестиций составит около через 3 года 130%. Но это приблизительные цифры, то есть как говорили на начальном этапе тяжело сказать посчитать экономику. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Так, хорошо уже во время особенно отмечаю. Так, вопрос с Леной в жюри, пожалуйста. Вот смотрите, то есть вы показали, вот была таблица, что ваш материал превосходит вот американские аналоги, да? Да, но это по данным наземных испытаний, то есть космос он еще не отправлялся в материал. хорошо, но их материал уже есть, а ваш есть? Их материал это материал, который используется сейчас на космических аппаратах. А ваш это перспективная разработка, да? И вам нужно где-то 2-3 года, да? Да, на ее доработку. Простите, я, а вы обращались в Роскосмос? Потому что если это все так, да, и под этим есть хоть какие-то экспериментальные отработки, солидные абсолютно заказчики, потребность очевидна, потребность в деньгах совсем крошечная, я не понимаю, в чем вопрос. Да, мы ведем переговоры с научно-исследовательским институтом ядерной физики МГУ, который как раз работает под Роскосмос. То есть и мы планируем совместно организовать работу и обратиться в ВСС, в лавочку, в РКК энергия. Для них деньги просто копеечные. Я понимаю, в прошлом году я лично разговаривала с руководителем Роскосмоса, он сказал, что когда ваша технология будет доведена до ума, тогда мы ей заинтересуемся. У него бюджета на неокр сколько вообще составляют? Ну, это его личные слова, это его личные слова. Да, то есть у него бюджет это утверждение вопроса. 300-400 миллионов долларов в год. ага. 100 тысяч не может патронов. Вопрос следующий. Что конкретно вы сделали? Мы разработали составы и технологию производства полимерных композитов. А в каких объемах? В плане каких объемов? Ну, сколько объемов, сколько вы можете этого композита произвести в год? Неограниченное количество. То есть это, например, материал Каптон, да, на основе полимитной матрицы, это довольно уникальный материал, его тяжело производить. Мы как раз разработали такую технологию, которую можно использовать, взять простые полимеры, допустим, молистирол и органосилоксановый наполнитель, и методом твердофазного компактира, то есть при очень высоком давлении, получить уникальный композит, то есть материалы дешевые, единственное, что технология более сложная, и, соответственно, свойства будут такие же, как у дорогого аналога. Ну, вот вы сказали, технология более сложная, то есть там какая целевая себестоимость, если не секрет? Ой, господи, ну, там, вот предел, скажем так, назовите там порядок. Если килограмм Каптона, это 30 тысяч рублей, да, это один килограмм, то наш менее 10 тысяч будет стоить. Понятно. Спасибо. Так, вопросы в зале, но один вопрос еще, вот кто-нибудь. Нету? Все, спасибо большое, спасибо большое, уважаемые участники. Мы хорошо поработали, что-то даже списались время. Спасибо вам большое, будем подводить итоги, известим вас в результатах. Спасибо. Сегодня свидание закончено.